Я помню, еще в старые добрые времена, то есть в прошлом не только столетии, но и тысячелетия даже, когда впервые был поднят вопрос о Всеправославном Соборе, то было такое совещание на острове греческом Родосе, и там был выработан целый список вопросов, это больше сотни, там, вопросов 120, которые должны были обсуждаться на этом соборе. И вот один из этих вопросов как раз касался календаря. Затем, после этого, уже неоднократные были обращения, и даже официальные обращения Римского престола и Всемирного Совета Церквей о том, чтобы все христиане праздновали все-таки такие важнейшие праздники, как Рождество Христово и Воскресение Христово, Пасху, в один день. Такие предложения, действительно, они очень, так сказать, ну, хорошо очень звучат, и действительно здесь сами по себе они не несут себе ничего отрицательного. Мы обсуждали это самым тщательным образом. Я говорю, мы, то есть, еще в Советском Союзе была создана специальная комиссия, ее возглавлял один из членов Синода, можно сказать, первейший член даже Синода, это митрополит еще Никодим Ротов, и этот вопрос рассматривался нами, я говорю, даже два вопроса. И первый вопрос, который задали, и второй, рассматривались самым тщательным образом. Некоторые из профессоров подготавливали специальные даже доклады. И вывод был таков. В принципе, изменение даты, времени, празднования не имеет никакого значения для духовной жизни людей и в плане вероучительном не несет в себе ничего отрицательного. Однако, мы должны понимать, что такое слово «традиция», особенно в сознании нашего человека. Мы уже однажды пережили очень тяжелое событие, когда именно по причине невнимания к взглядам и к убеждениям нашего народа была произведена реформа патриархом Никоном. Это XVII век. Как мы знаем, произошел раскол, последствия которого до сих пор. Так вот, и сейчас, по тщательному обсуждению, мы пришли к выводу, что нельзя делать этого изменения у нас, у нас именно в России, хотя в других православных церквах, во многих, за исключением буквально нескольких, иерусалимской, там, грузинской, так, нельзя этого сделать. Будет очередной раскол, который никакого добра не принесет, а зла будет очень много. Вот, учитывая именно это обстоятельство, я помню, наша комиссия, которая, это сендальная комиссия, была самым высокого уровня, мы отказали в этой просьбе и Ватикану, и Всемирному Совету Церквей. Мы этого сделать сейчас не можем. Хотя, повторяю, что здесь нет ничего, что другого, в смысле, я говорю, в плане духовной жизни или вероучения, чтобы противостояло православию. Тем более, мы вспоминали, что ведь в Древней Церкви, например, был праздник просто Богоявления. Потом взяли этот праздник и разделили на два. Совершенно спокойно. Рождество Христово – один праздник, Крещение Господне – другой праздник. И разделили, посмотрите, на целых 12 дней. Не было ни расколу, ни возмущения, хотя попробуйте, сделайте сейчас такое. Даже и пробовать нечего. Мы знаем, что будет. Какие-нибудь там ревнители православие что только сделают. Вот. Поэтому вопрос о календаре стоит вот таким образом. И я думаю, что и сейчас, хотя этот вопрос поставлен на повестку дня будущего Всеправославного Собора, я сомневаюсь, чтобы там достигли какого-то согласия в нём. Как некоторые православные церкви перешли, там народ спокойнее. И там тоже есть так старостильники, вы знаете, например, в Греции, которые тоже возмущаются, другие спокойно относятся, и спокойно эти церкви живут, не разрушая, конечно, никаких основ духовной жизни. У нас это невозможно. Я понимаю, и второй вопрос, конечно, кажется, было бы как бы хорошо, чтобы Рождество там до Нового года отмечалось. Это с многих, очень многих людей сняло бы такую, ну, я бы сказал, заботу и даже какое-то тяжёлое состояние, что вот Новый год, и мы не можем отпраздновать как следует. Но мы все знаем, как это, как следует. Я думаю, что, конечно, это соображение исходит только из чего? Ясно, из того, что преподобный Иоанн Лесвичник называл «улюбезным для всех и лукавом владыке чреве». Единственное обстоятельство. Никаких других нет, потому что Новый год, ну, пожалуйста, кто желает, можно же встретить издержанно, стержанно же можно встретить, конечно, почему же обязательно надо мясом встречать, почему обязательно надо водкой встречать, можно встретить, пожалуйста, ну, выпейте шампанского, закусите там фрукты, орешки, пожалуйста, если можно даже, я думаю, что и никто не будет возражать, никакая церковь, если вы даже и рыбой вот так этот праздник встретите. Пожалуйста, но, но, это просто промыслительно, зато Новый год, хотя бы христиане, не превратят его в чего? В такой широкий разгул, что берегись. Вот так. Так что и здесь мы видим некую промыслительность в церковной жизни. Вот это, видите, обстоятельства, которые также нам показывают, что и здесь ничего особенного нет, но никаких же нет серьёзных препятствий, но нельзя же из-за того только, чтобы разговеться как следует, теперь давайте менять всё на свете, в том числе и наш календарь. Продолжение следует...